Приветствую вас. Итак, вы говорите о том, что ваш парень злится. Вы говорите о том, что когда это происходит, то есть, когда происходит такая ситуация, что ваш парень злится, то у него, соответственно, появляется масса славы. А вы же, со своей стороны, не знаете, что вам делать, не знаете, как быть и задаете нам этот самый вопрос. Во-первых, хочется вам сказать следующее, что судя по тому, что ваш парень злится, судя по его реакции, вы или он, это не особо важно, значит, лишаете его, то есть, его что-то лишает комфорта, ему что-то не позволяет чувствовать себя хорошо. Ему что-то не позволяет быть, как бы, ощущать комфорт. Ему что-то не позволяет чувствовать себя хорошо. Поэтому, для начала, если вы хотите, чтобы вот то, что происходит с вами, что-то происходит с вашим парнем, прекратилось, а нужно для начала, чтобы понять, что же, собственно, случилось с вашим парнем. Что-то относится кашин .. что-то.. что-то.. что-то так сильно его может нервирует, что вот он так себя ведет. Значит, дальше, если мы с вами говорим о том, что он матерится, то в этой ситуации, в ситуации, когда человек матерится, вы можете сделать только одно. Вы можете сказать ему несколько раз о том, что вам подобно неприятно, вы можете сказать ему только о том, что вам не нравится, что он матерится, что вам плохо из-за этого, что вы чувствуете себя ужасно из-за того, что он матерится. Вот. И вы можете таким образом на него повлиять. Если молодой человек к вам после этого все равно, значит, не прислушается, то я рекомендую вам от него отдалиться, отдалиться. Я рекомендую вам от него отойти. Я рекомендую вам показать ему таким образом, что показать ему то, что вы не собираетесь терпеть его такое вот поведение. И только, значит, перед тем, как... только таким поведением вы можете ему, значит, дать понять, что вам неприятно. Только такой реакции вы можете дать понять своему молодому человеку, что вам как-то вот не нравится, как он себя ведет неприемлемо, как он себя ведет, ну и, в общем, вы не собираетесь терпеть. Другое дело, другое дело, что вы уже это терпите. Вот что мне больше всего кажется здесь тревожным. Это приводит, потому что вы уже позволили ему с собой вот так обращаться. Сейчас же вы уже позволили ему так вот вести себя с собой. И, соответственно, если вы это позволили, то молодой человек, ну, скорее всего, он так вот вести себя будет в какое-то время. То есть не нужно думать, что вы так вот резко сможете его как-то изменить, резко сможете его переделать, переучить и так далее. Это маловероятно, и на это, надеюсь, совершенно не стоит. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы или что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!